Свадьба была настолько скучная, что невеста позвонила своему бывшему и сказала «За, я такая пьяная, забери меня отсюда!» Да, на осень время свадеб, но не всегда молодые такие уж и молодые. Итак, молодожены, которым уже далеко за 30. Первая брачная ночь. Подсмотрим. Спасибо за доставку. Сколько я вам должен? Спасибо, брат. Вообще-то, мог бы и сам невесту до дома донести. Уже жену. Любовь моя. Ты же знаешь, какая у меня больная поясница. Ой, да знаю, знаю. Ладно, наконец-то. Да. Наконец-то дома. Слушай, я думала, эти гости никогда не разойдутся. Да, что? Ой, как хорошо. Очень хорошо. Ну что, Вобочка? Что? Я понимаю, все устали. Но, как ни крути, первая брачная ночь. Традиция, все такое. Давай. Давай. Главное сейчас собраться и вспомнить. Да, вспомнила. Руки мы помыли. А, средство защиты. Ну, молодец. Я бодряк, я сейчас так. Что у нас тут? Это розовое, это не то. Это с пупирышками. Это больно. С усиками. Я вспомнил! Сегодня же дерется усик. Включай телевизор, быстро. Вова, какой усик? Ну, первая брачная ночь. Ой, да прощи, моя льва. Давай без звука посмотрим. Вова. Да, какой там мусик, да. Конечно, первая брачная ночь. Ох, сейчас тут будет разрыв. Сейчас тут... Ну что? Ну что, давай? Давай. А почему ты не хочешь? Почему не хочу? Я же сказала, давай. Серьезно? Да. Мне просто послышусь, не-е-е-е. Я-то просто очень хочу. Ну, я тоже. Не, если ты не хочешь, не надо под меня подстраиваться. Так я же да. Ну да, тогда. Ну вот и все. Ну вот и все. А где пульт? Вова. Забыл, извини, моя любовь, да. Мы же теперь в новом статусе, муж и жена. Давай начнем. Господи, как хорошо. Мамочки, какое наслаждение. И все. О, да. А в этом смысле? О, какой кайф. Супер. Слушай, ну я вся дрожу прям. Я думаю, это торт. Меня тоже поташнило. Да нет, я о том, что раньше рядом со мной ты тоже весь дрожал, у тебя были влажные ладони. Не проблема. Иди ко мне, моя любовь. Вова. Да. Поставим будильник? Конечно. Надо же не проспать. Ну да. После этого бурного веселья. Я поставлю на 7.30. Хотя нет. Ночь обещает быть долгой. На 7.35. Ну что? Принеси мне шампанского. Шампанского? Да. Конечно. 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 Холодненького? Холодненького, да. Из холодильничка. Я взял шампанское котлетку. Вов, ну куда ты котлету на ночь ешь? Ты знаешь, сколько там калорий? Ну мы же собираемся их сейчас сбросить. А ну-ка, шампанское дай мне. На, я прямо сейчас начну сбрасывать калории. Ну как? Класс. На кого я похож? На кого? Я кокусик. Кокусик? Кокусик. Это ты в том смысле, что ты там по 40 минут сидишь? Я кокусик. Кокусик. О, боже, извини. Да, боксер. Иди сюда, мой чемпион. Иди. Так, собака. Не ты чемпион, я чемпион. Иди отсюда, чемпион. Так. Ну что? Нет, Вова, ну подожди. Ну теперь у тебя руки котлетами пахнут. Это не проблема. Чемпион. Так, ну все, иди отсюда. Хорошо, я с удовольствием. Нет, Вова, ты иди сюда. Да, 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 извини. Ну что? Ну что? Может поиграем? Игры я люблю. Мелитополь. Тебе на L. Да нет, Вов, не та игра. А какая? Догони меня. А, эротически. Поймай меня. Ну-ка. Я сейчас тебя догоню. Не поймаешь? Я прям понтера. О, да ты тигр. Я тигр. О, я чувствую прямо тучи сгущаются. Сейчас тут всю мебель разрушен. Ты прямо, ты прямо как ураган Ирма. А, да? А я как ураган Мэтью. Ох, держись, Орландо. Давай в другую сторону. Ой, подожди. Фух, что-то меня укачивает. Фух. Фух. Ну что, зайчик, продолжим? Слушай, ты можешь не называть меня такими словами сладкими, зайчик? Я хочу жестких слов, как в голливудских фильмах. Так, чтобы ты меня прям грязными словами оскорбила. Грязными хочешь? Ну хорошо. Давай. Жматяра. Нет? Алкаш. Да не очень, братан. Ну ладно, иди сюда, мой рукожопик. Рукожопик мне не нравится. Лох. Лох не надо. Лошок. Сядь, моя любовь, сядь. Послушай, дорогая, я сейчас подумал. Послушай. Да, я понимаю, брачная ночь – это важная церемония, но нигде же не сказано, что секс должен быть именно в эту ночь. Ну да. Ну что мы напрягаемся? Давай посмотрим в нашу записную книжку, в календарь и найдем свободное интимное окошко. Слушай, точно. Это потрясающе. Идея. Так. Так, значит, что? Может, завтра? Ну, завтра, пока мы выспимся. Ну да. Да. Хорошо. А может быть, в четверг? Так в четверг же у тебя банный день. Святое. Так. Так. А что у тебя в пятницу? Слушай, а у меня пятница свободна. И у меня в пятницу свободный день? Слушай, так может быть, пускай и будет свободный день? Логично. Конечно. Отдохнем? Да. Ну тогда придется сегодня. Да. Ну давай, давай, расскажи мне. Расскажи мне, что ты сейчас со мной сделаешь. Ох, сейчас начнется. Я сейчас... Ох, главное взбодриться. Сейчас я... Ох, нападу на тебя. Я сорву себя. Не, а... Потом я что-то еще придумаю. Вова. Ах, ухрубануло меня. Вова, ну так нельзя. Ну надо как-то взбодриться. Давай быстрее. Быстрее. Подожди, блин. Подожди, дорогая. Ну... Ну что мы с тобой, как эти малолетки тупые. Нам только надо... Не надо. Мы же умные, интеллигентные люди. Давай представим на секунду, что мы как бы это уже сделали. И уже лежим кайфуем. Мы уже получаем удовольствие. А потом второй раз, ты же знаешь, по накатанной пойдет. Точно. Ты молодец. Давай. Ну как будто все было, да? Да, да, да. О, супер. Класс. Слушай, ну ты зверюга. Ну так и... Ну что, может, повторим? Не, мне одного раза достаточно. Вова. Что? Что значит достаточно? Ты обещал. Да, прости, прости. Да и что, я понял, Леночка, я понял. Смотри, я сейчас на всякий случай выпью одну таблеточку, чтоб был ураган. Ураган. Я беру таблеточки, у меня какая баночка. Берем таблеточку. Ой, я боюсь уже. Берем таблеточку. Ну что? А я сейчас еще одну таблеточку возьму. Вторую, чтоб наверняка. Вова, нет, страшно. Тихо, тихо. Ну. А знаешь что? Давай я посмотрю на инструкцию. Может, три таблеточки можно? Ну. Ну давай, скорее. Сейчас я вооружусь. Твою мать. Это не те таблетки. Что ж, дорогие любители бокса, я вас поздравляю. Александр Усик, новый чемпион. Ладно, залезай, чемпион. Давай. Полиграф Шариков. Встречайте. Добрый вечер. Добро пожаловать. Добрый вечер, Киев. Граф, прекрасная форма. Да, мягко говоря, подкачь. Какая форма, я в домашнем. Да, да, я вижу, но что, не секрет уже. И клипы мы все видели. Если обратить внимание на фотографии. У нас, кстати, есть фотографии. Вот, пожалуйста. Просто отличная, великолепная форма. И понятно, что красивые девушки от вас без ума. Да, но если вас, полиграф, хотят красивые девушки, то у нас есть человек, с которым не против все остальные. Встречайте. Евгений. А вот, примерно так. Что же, как вы видите, абсолютно два разных человека, но с одинаковым успехом у женщин. Давайте узнаем, как вы достигли всего этого. А вот вы, например, граф, ну, скажем, что вы делаете с прессом? В смысле, горжусь им просто. Я понимаю. Как качаете его, что ли, кажется? Я не качаю. У меня просто специалист по фотошопу очень хороший. А, в этом вся засада. Ну, а вы? Значит, смотрите, я объясняю. Чтобы живот был правильной, шаровидной формы. Главное, день через день спать на разном боку. Все. Прекрасно. Ну, хорошо. Скажите, граф, с чего лучше начинать тренировку? Чтобы лишней нагрузки не было. Разминка. Разминка. Легкое кардио. Вот. Как вы понимаете, да? Кардио. А я понимаю, да. Я болею за Динамо Киев с самого детства. К кардионагрузкам я привык. Да. Ясное дело. Ну, а как насчет, не знаю, там, правильного питания? Правильное питание очень важно. Ну, а какое-то абсолютно спортивное, может быть, анаболики? Обязательно. Не без этого? Если неправильно приготовленное. Ага, понял. А у вас со спортивным питанием? Я извиняюсь. Питание считается спортивным, если я ем шаурму на ходу, нет? Понятно. Если курица завернута в железный блин, то да. Если она курица, то она курица, братан. Давайте. Неимоверно. Хорошо. Про ноги. Меня интересует, сколько времени уделяете тренировке ног? Ну, если это женские ноги, то долго, может быть. Понятно. Долго тренируем. А вы, Евгений? Значит, смотри, я считаю, ноги есть, они идут, все хорошо. Вот так. Нет, ну, серьезно, я просто слышал, что приседания, это прям активный способ похудеть. Это правда, да, кстати, приседания активные, но у меня Кент присел на 4 года. Вышелся, стройный, подтянутый, вот такой. Ясно. Я понял. Скажите, граф, по поводу трицепса, как правильно прокачать трицепс? Ну, французский жим, отжимания. Нормально. Или просто родиться с талантливым трицепсом. Или так. А у вас, Евгений, что с трицепсом? Трицепс? Бог миловал, я не болел. Так, слушай. Извините. Да. Хорошо, если не секрет, сколько жмете от груди? Ну, где-то в районе 100 рабочий вес. 100 кг. Ну, а если металл драгоценный, то могу, наверное, и больше взять. Наверное. Вопрос к вам. Да. Жим лежа. 100 килограмм сможете? 100 килограмм. Ты что, я максимум жим-жим лежа буду делать. Понятно. Ну, слушайте, друзья, абсолютно понятно, просто хотелось бы в целом. Ваш режим в спортзале? Четыре раза в неделю тренировка. Понедельник, вторник, среда, четверг, тренировка. Три дня отдыха. И так по кругу. Значит, смотрите. Понедельник кардио. Вторник крепатура. Потом май. Потом Новый год. И так по кругу. Все понятно, друзья. Ну, понятно, что бицепсы, трицепсы, это, конечно, важно, но все мы понимаем, что за наши отношения, любовь к женщинам отвечает совершенно другая мышца, которую вот так вот с проходника нельзя показать со сцены, которая бьется в унисон. Подожди, если я пьяненький, я могу и показать. Так, я понял. Давайте мы посмотрим это за кулисами. А у нас в гостях полиграф Шариков. Все, так бывает. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...